Добрый день, меня зовут Мария Соколова, я представляю компанию DocRobot. Это IT-компания, провайдер электронного документа оборота в продуктовом ритейле. Я являюсь руководителем финансового отдела и основными создателями отчетности нашей компании. В нашей компании принят единый аналитический центр, это именно в финансовом отделе. Поэтому мы предоставляем полную отчетность как по продажам для коммерческого департамента, так и по маркетинговым активностям, так и по работе нашей технической поддержки, работе интеграции. В общем, по всем департаментам нашей компании и все это представляем в нашей единой BI-системе. До внедрения Fine BI мы использовали табло. Для нашей команды это не впервые переходить на новую BI-систему, так как три года назад мы переходили с ClickView на табло, и поэтому прошли достаточно долгий путь наполнения хранилища данных, подключения всех источников необходимых. С табло, конечно, по сравнению с ClickView нам тоже очень нравилось работать и, в принципе, нас все устраивало. Особых проблем не было, мы привыкли и к интерфейсу, и к визуализации, и вообще к работе с этим инструментом. Возможно, из нюансов могу назвать только то, что когда мы сидели уже на совещаниях с руководством, бывало, что долгая загрузка отчета идет в табло прогрузка, и бывало, что фильтры отрабатывают не так быстро. Между прочим, в Fine BI пока что мы замечаем, что более оперативно идет отклик. Основным критерием выбора, как ни странно, была схожесть с табло, потому что, как уже сказал, нас все устраивало, и мы хотели максимально подобрать такой же инструмент. Мы выбирали, тестировали три основные биосистемы — это Fine BI, Visiology и Superset. Они совершенно разные, но мы хотели попробовать разные системы, насколько они нам подойдут. Также мы изучили материалы тоже одного из вендоров. Они предоставили сравнительные характеристики по 15 BI-системам, по более чем 150 критериям, и Fine BI оказался с наилучшими оценками в плане гибкости решений, функциональности и в сравнении именно с табло. Поэтому как-то выбор для нас стал как-то более очевидным в пользу Fine BI. Все верно, да. Для нас было важно именно, что технически, визуально это похоже, чтобы для наших пользователей был мягкий переход, для нас, как для создателей отчетов, конструктор отчетов был похож. Поэтому мы больше изучали техническую сторону вопросов Fine BI, функциональность, нежели чем цену и так далее. Между прочим, цена тоже играла значение, и она нас тоже устраивала. Цена качества соответствует. При работе с Fine BI мы четко поняли, что нас устраивает то, что мы можем подключить все наши источники данных. Это, во-первых, хранилище данных, также делать запросы видеоскейли, запросы. И для нас было важно, чтобы пользователям было комфортно работать с дашбордами, с визуализацией и так далее. Что нам нравится сейчас в Fine BI, это то, что сохранилась, опять же, функциональность, к которой мы привыкли. Это рассылаемые отчеты, пользоваться этим постоянно, возможность экстракта делать тоже важно. Выгрузка в Excel довольно симпатичная, и Fine BI превосходит в этом табло, мне кажется. Потому что важно, потому что мы выгружаем данные и отправляем надо клиентам из нашей биосистемы, и важно, чтобы она выглядела презентабельно. Как я уже сказал, в финансовом отделе мы подготавливаем отчетность для всей компании, по всем департаментам. Но, во-первых, это трафик наш прогружается в нашу биосистему, это более миллиона документов в день. То есть можно выгрузить всю информацию по клиентам, по типам документов, какие сети они отвозили, с нашей спецификой работы это связано. Менеджеры ежедневно смотрят выполнение своих KPI, что тоже важно для коммерческого блока. Также у нас есть источник данных, это подключение к Bittrex CRM, и там идет ежедневная работа со сделками и лидами. Всю отчетность, руководство, даже сотрудники сами тоже смотрят в биосистеме. По маркетингу, как я уже говорила, мы там предоставляем информацию, и по технической поддержке. Техническая поддержка, это они принимают запросы и звонки от наших клиентов, решают, мы смотрим количество задач никитов, которые приходят ежедневно, ежемесячно, отслеживаем анализ, смотрим анализ, как быстро они работают с задачами, как быстро решают, и тоже это влияет на KPI, расчеты KPI, конечно. Ага, сейчас в табло у нас около 100 пользователей, и в данный момент мы уже перевели два департамента технической поддержки и интеграции на Find BI. Они работают теперь у нас только в Find BI. Это порядка 60 отчетов мы перевели. Наша общая цифра при миграции отчетов — это 500. Нам необходимо перенести, мигрировать 500 отчетов по всем департаментам в нашем компании. И вот на данный момент это около 20%. Мы смигрировали, перенесли, и пользователи начали активно работать. Это где-то 15 пользователей сейчас, Find BI на данный момент. Ну, с момента приобретения лицензии прошло два месяца, и мы вот смигрировали 20% отчетности, которую мы предполагали. Занимался один аналитик у нас этим. В команде у нас 3-4 аналитика, которые занимаются отчетностью. в BI-системе. Поэтому считаю, что достаточно быстро все прошло. Были какие-то вопросы, какие-то нюансы, наверное, как мы привыкли делать табло в Find BI, мы не могли это сразу найти. Но благодаря сообществу в Телеграме, сообществу в канал Find BI в Телеграме очень быстро и оперативно нам отвечали. И спасибо нашему вендору. Тоже оперативно отвечали на все наши технические вопросы. И мы практически со всем разобрались. На данный момент вот аналитик, который внедрял первый блок отчетов, он обучает наших остальных аналитик, подсказывает какие-то нюансы. И сейчас, я думаю, работа пойдет быстрее. Планируем, что до конца этого года мы перенесем всю оставшуюся часть. Наши руководства пользуются мобильным телефоном, чтобы посмотреть какую-то отчетность. Даже по почте, естественно, как рассылаем отчет, и заходят в саму BI-систему. И для нас это актуально. Очень рада, что присутствует в Find BI адаптивная верстка под различные устройства. И это позволяет как на совещаниях на большом экране выводить отчет, так и на маленьком ноутбуке или на телефоне. Всегда видны все цифры, графики, отчетность. И это отличие от Tableau. Tableau такого не было. Также хотела отметить, что у нас есть филиалы в Казахстане и Узбекистане. И коллеги оттуда пользуются наравне с российскими коллегами. То есть тот же самый трафик ежедневный, свои KPI. Всю отчетность они будут смотреть Find BI теперь. Мы тоже планируем их скоро перевести. Также хотела отметить несколько нюансов, которые мы для себя выделили. Чем отличается Find BI от Tableau? Потому что у нас был какой-то страх, что мы не покроем всю функциональность. Но на самом деле по результатам мигрирования части отчетов мы поняли, что по некоторым параметрам Find BI выигрывает. Во-первых, это намного богаче выбор визуализации, что делает наши отчеты еще более привлекательными, читабельными для всех. Также это выгрузка в Excel. Она оформлена уже в стиле таблиц. И эту выгрузку можно спокойно сразу отправлять клиентам или между собой без доработок. Потому что в Tableau самовыгрузка была, скажем, не очень красивой. Ее необходимо было дорабатывать, и просто так не отправишь в виде отчета. И еще один нюанс – это единая область хранения отчетов. Для нас это важно, так как работает группа аналитиков по разным отчетам. Иногда нужно друг друга подменить, доработать, еще что-то сделать. И в Tableau была доступная версия. Нужно было книги где-то хранить, чтобы потом опубликовать веб-версию, где уже все сотрудники пользуются. А в FileBI удобно, что на самом деле единое веб-пространство, единое место хранилища. У нас есть доступ ко всем дашбордам. И это прям большой плюс. Да, вот есть такой нюанс. Порадовало то, что в FileBI можно быстро в один отчет собрать несколько, из нескольких дашбордов собрать информацию. Она будет отдельными вкладками, но не нужно для этого подключать источники, писать заново SQL, настраивать фильтры. Ты просто действительно одним кликом включаешь свой новый отчет, несколько дашбордов из других отчетов, и это прям намного облегчает нашу работу, конечно. И поэтому скорость миграции увеличивается. И вообще, в принципе, приятно работать. И плюс еще такой момент, что можно... У нас для некоторых клиентов есть разные витрины данных, у нас там таблицы хранилища данных разные. А отчетность визуализации одинаковая, и нам необходимо быстро переподключить разные источники и сохранить при этом дашборд, как он есть. И мы вот удивились действительно, что в FileBI это тоже с помощью одного клика произошло. Мы просто зашли в датасет, поменяли источник, переключили, и у нас уже готов отчет для другого клиента. Мы ждем доработки, которые постоянно обновления проекта проходят, и ждем обновления. Для нас очень важно сейчас получить статистику просмотра всех пользователей, потому что в Tableau мы постоянно этим пользовались. Мы определяем актуальность отчета, насколько он нужен. Именно по этим параметрам обещали, и я надеюсь, что в новом обновлении, в обновлении это все будет. Так что ждем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok